МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хорошо, молодец! Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал Яймый Хвост. Я его автор и ведущий Олег. Теперь мы с вами должны поговорить о том, что делать, тем более вопросов по этому очень много, что делать, если ваша собака отвлекается на других собак, отвлекается на велосипедистов, отвлекается на запахи всевозможные, на подкормки всевозможные, которые валяются на земле. То есть собака, выходя на улицу, ведет себя, ее потребность, скажем так, мы уже знаем с вами этот термин, потребность, потребность и мотивация, то потребность собаки изучить вокруг, что происходит, очень важно. То есть потребность собаки очень большая. Что мы с вами должны делать в этот момент? Ну, опять же, вот исходя из того, когда вы выходите гулять на прогулку, то вы не работаете с животным. То есть что происходит? Вы выходите, собака у вас сделала все дела, ну, в лучшем случае, там, значит, побегала с другими собаками, да, и вы возвращаетесь домой, долго бегая за собакой, там, чтобы поймать ее, да, то есть команду домой тоже у вас собака не знает, об этом мы поговорим тоже чуть попозже. Во-первых, занимайтесь собакой, учите какие-то новые команды, бегайте, апортируйте какие-то предметы, играйте во фризби, там, всевозможные пулеры кидайте собаке, то есть всегда занимайтесь что-то. Когда вы занимаетесь собачкой, что происходит в этот момент? Собака учится концентрироваться на вас, то есть она учится концентрироваться на своем вожаке, на своем хозяине, на своем друге. То есть и все посторонние раздражители, если вы замотивируете собаку очень хорошо, если у вас сложатся гармоничные, хорошие взаимоотношения, ее не будет интересовать, что происходит вокруг. А когда щенок только растет, ну что же делать? Вот когда вы выходите на улицу, собачка что она делает? Она же не может там на 5, 10, 15 минут думать вперед. Она думает, живет сиюминутно, то есть и видит все, что происходит рядом с ней. Ах, велосипедист, она увидела собаку, она отвлеклась именно сиюсекундно, да, и там побежала за ним, или другую собаку, или кошку увидела, неважно, какой раздражитель будет влиять данную минуту на вашу собаку, но ведь вы-то человек, у вас долгая память есть в голове, вы можете сосредоточиться, то есть когда вы выходите с собакой на улицу, да, ну, уже, это уже должно быть в привычку вам войти, вы должны оглядывать все, что происходит вокруг, то есть когда вы вышли, вы выше по уровню собаки находитесь, пока собака интересуется предметами какими-то, что-то здесь вот, да, вы видите, что где-то вдалеке едет велосипедист, да, что нужно сделать в этот момент? В этот момент в зависимости от характера собаки можно отвлечь ее игрой, можно начать с ней заниматься, то есть изучать команду сидеть, изучать команду лежать, изучать команду умри, либо взять какую-то игрушку, либо апортированный предмет, заинтересовать собаку, чтобы, то есть, в велосипедисте в этом не было вот именно той потребности, какая потребность у нее есть в игре, например, с вами, да, или в изучении команды с вами, и когда собака со временем научится концентрироваться на вас, то у вас будут отличные результаты, ваша собака не будет обращать внимания ни на что, то есть она будет концентрирована только на вас, но этого вы можете добиться только тогда, когда вы начнете заниматься собакой постоянно, то есть ваше появление, ваше нахождение, ваш выход на улицу у собаки должен быть в голове рефлекс не с тем, что она сейчас выйдет, и сломя голову понесется заниматься там другими собаками, велосипедистами, чем-то еще, она будет сосредоточена на вас, потому что у вас есть подкормка, но это для тех, кто пищевик, потому что у вас есть игрушка, это для тех, кто мотивирован на обучение, и вы именно гуманными способами, именно заинтересуете собакой, будете заниматься, изучать какие-то новые команды, будете играть с собакой, причем будете играть настолько искренне, настолько интересно именно для собаки, что вокруг, что происходит, для нее будет неинтересно. Вот как я это делаю, собственно говоря, со своими собаками? Вы сейчас видите это, и видите, что собака не отвлекается ни на других собак, и поверьте мне, это если будут другие велосипедисты, другие какие-то люди, то эффект будет тот же самый, то есть собака привыкла концентрироваться именно на мне. Итак, с вами был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Служите доверие, заслужите уважение, и у вас все получится. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok